Итак, доброе утро, дорогие друзья! Мы начинаем новую неделю, новую неделю изучения Торы, изучения Мишли, новая неделя. Шаббат закончился, всем шавуатов, ходы что? Начался месяц Ияр, второй месяц года, второй месяц года, и уже месяц прошел от начала года, Ниссан закончился, Песок закончился, и мы сейчас входим в самый, в самый, в самый мы сейчас входим в такой рабочий месяц. Знаете, вот я больше всего люблю месяц Ияр, во-первых, я в нем родился, это раз. Во-вторых, в нем, в месяце Ияре нету праздников, слава Богу, слава Богу можно работать целый месяц. Я очень люблю работать, я считаю, что человек, Адам Леомаль Юлад, человек родился для труда, написано, да? Амаль – это труд, и человек создан в этом мире именно человеком, не ангелом, чтобы этот мир преобразовывать. Вот Михаил Бенчаевич, Яков Шатанин, все нас смотрят. Амаль, слово труд, человек создан для труда, оно переводится как труд, да? То есть, Леомоль – это трудиться. Бог сказал первому человеку, что вот я тебя здесь сажу, ты должен обрабатывать и охранять этот расти-сад, да? То есть, ты должен ля-вод, трудиться и его обрабатывать, что без его молитвы и без его труда ничего даже и не росло. То есть, он должен был вытаскивать из этого мира все. То есть, человек в этом мире для того, чтобы вытаскивать, преобразовать этот мир и вытаскивать из него все хорошее, что в нем есть. И, значит, есть мудрецы говорят, что вот это вот Леомоль, Юляк, для труда, что это сокращение. Лельмот, Альманат, Леасот. Учиться, чтобы делать. Можно эти три буквы перевести. Леомоль, Лельмот, Альманат, Леасот. Есть, переводят, Лельмот, да, все, вот так вот переводят. То есть, учиться, чтобы делать. Потому что, если мы просто, если мы просто делаем что-то, то вообще непонятно, может, мы не то делаем. Хорошо, друзья, все. Всем шалом, кто пришел вовремя, тот молодец. Очень важно приходить везде вовремя. Не воровать время других людей, потому что некоторые люди расценивают опоздание как воровство, как воровство, что вот украли. Некоторые обижаются сильно. Вы к нему опоздаете, например, а он внутри сидит и думает, вот, вот этот человек меня обидел. Все, он меня сильно обидел. Обидится, побледнеет, покраснеет. И на небе, не дай бог, галочку поставят, что вы человека просто чуть ли не убили. А вот так он может глубоко это переживать. Поэтому важно приходить вовремя. Будем стараться приходить вовремя. Все, я тоже всех рад видеть, слышать. И мы продолжаем изучать Мишлей, притчи царя Соломона. Это книга из Торы, из письменной Торы. И, значит, сейчас мы находимся, 13 глава, отрывок мы дошли уже до, до 15 отрывок. Соединим с 14 отрывком. 14 был отрывок, что учение мудреца, источник жизни, помогает уйти, удалиться от ловушек смерти. То есть Тора может нам прийти только через кого-то, через тех людей, которые получили Тора от предыдущих поколений и так далее, до Машей Рабейну, который получил от Бога. И если повезло встретить такого мудреца Торы, то отлично. Мне лично повезло в свое время. Я встретил, учил Тору. Сейчас вот продолжаю изучать и с вами просто делюсь. Я являюсь просто таким же учеником, как и вы. Я благодаря вам, можно сказать, учусь. Я учусь и сразу передаю, как я уже сказал, что человек рожден для труда. Лельмот, альманат, лейламет. Учиться для того, чтобы обучать. И учиться для того, чтобы делать. Я лично очень много сам беру из этих уроков. А если бы я их не проводил, я бы вряд ли учился так каждый день. Итак, значит, пятнадцатый отрывок. Переводится это так. Ксехльтов – это интеллект хороший. Интеллект добрый. Дословно переводится это слово. Интеллект добрый дает милость, красоту. Дает милость и красоту. В Эдерах Бог Дим. А путь предателей – эйтан. Скалист и бесплоден. Значит, ну, опять же, по-простому вроде все слова понятны, но без понимания и знания всей Торы и контекста, в которых они сказаны, то как бы смысла в них и в этих словах немного. Добрый интеллект дает приятность, а путь предателей – скалист и бесплоден. Теперь, но если мы знаем, объяснили нам мудрецы, Малвин конкретно был такой великий мудрец, он нам объяснил, что такое вообще интеллект человека. Интеллект человека – это современным языком, можно так сказать, прибор. Нет и прибор. Тору, которым человек постигает окружающий мир. Этот прибор, интеллект, он без программного обеспечения, он не работает. Поэтому в интеллект загружается в начале программа хохма, то есть божественная мудрость аксиомы. Если человек не учит Тору, то ему загружают вместо аксиом Торы, да, что такое добро, зло и так далее, загружают просто нити, исходные предпосылки, как работает мир. То есть ребенку загружается правило, по которому его родители считают, что надо жить. Дальше у ребенка есть, включается механизм, который называется бина, сообразительность, где он начинает делать выводы, причина следственной связи. А, если так, то так, если то, то то. То есть он учится сам лично сопоставлять, делать из известного, делать вывод. Например, мама ему сказала, не лезь на крышу, упадешь, это аксиома. Мама ему сказала правило. А ребенок может сделать вывод, а на дерево можно лезть или нельзя? Если ребенок сообразительный, он поймет, что лезть на дерево тоже нельзя, потому что что дерево можно упасть, что крыша можно упасть и разбиться. Это называется бина. Теперь, дальше у ребенка постепенно накапливается его личная картина мира, модель мира, в которой его личный опыт совмещается с правилами, которые он услышал от авторитетных источников, и у него появляется собственная модель вселенной и модель себя. И это называется интеллект, это тот аппарат, в котором это все происходит, тот компьютер, в котором это все происходит. Теперь, что такое Сехель Тов, интеллект добрый. Мы уже учили, это было, по-моему, в третьей главе, что тот человек, который желает очень сильно соединиться с Богом и изучить Тору, и именно постигнуть божественную мудрость, он получает Сехель Тов, Беней, Элуим, в глазах Бога, в Эадам. Он получает интеллект хороший. То есть, это такая модель интеллекта, которая позволяет ему постигать, представьте себе, постигать, тайны мироздания, которые не вписываются в обычный жизненный опыт человека. Например, человек, у которого есть вот этот интеллект Тов, Сехель Тов, он, это метафора Руаха Кодеш, божественный дух. То есть, этот интеллект Тов, он дается человеку только как подарок с неба, за то старание, которое человек прикладывает для того, чтобы соединиться с Богом. И в этот момент ему с неба дают такую модель, как компьютер, как там MacBook Pro, ему дают это присоединение такое Сехель Тов. И главным принципом, что у человека появился этот Руаха Кодеш Сехель Тов, что ему появился божественный дух, является приятность в глазах Бога и людей. То есть, эти две вещи связаны. То есть, этот человек вдруг начинает нравиться людям, люди к нему все хорошо относятся, как хорошо относились к царице Эстер, например. Мы учили в Пертеовод, что в Кольше Руаха бреет Ноаха и Мена, Руаха Маком Ноаха и Мена. Каждый, что дух созданий Ноах, именно людям этот человек приятен, значит, Руаха Маком, то есть дух Всевышнего, он тоже от него приятен. Вот этот вот Сехель Тов, он позволяет человеку достигнуть несколько вещей. Первая вещь, он присоединяется к абстрактному пониманию, как Бог управляет миром, зачем Бог вообще этот мир сделал. То есть, ему становится понятна вся модель мироздания. Вдруг ему открывается, что есть вот, вот есть Бог и Вселенная в Боге. То есть, обычный человек, он просто слышит слова, и у него они не складываются, Бог, Вселенная, одно в другом. То есть, у человека, ну, у которого есть просто интеллект, у него он просто слова понимает. У кого есть Сехель Тов, ему это вдруг складывается в понятную абсолютно картинку и картинку понимания, да, это называется Сехель Тов. Дальше у него появляется секундное понимание, вот прям в одну секунду он понимает суть вещей. Ему уже не надо думать, куда ехать, он просто, ему понятно, куда ехать. Ему понятно, что покупать, ему понятно, как отвечать. И самый главный критерий, что Сехель Тов и Тен Хен. То есть, когда у человека появляется этот интеллект хороший, ну, то есть, высший интеллект, да, то он становится приятен для людей. То есть, люди его слушают, он приятный становится. Теперь, Ведерых Богдим Эйтан. Путь предателей бесплоден. Значит, здесь мы, так как мы изучаем Тору, то есть, это взаимоотношения с Богом, то предатель это тот, кто предает Бога. Что значит предавать Бога? Предавать Бога это сказать, что я живу по своим правилам. Бог, Бог, а я, я. Это разные вещи. И когда человек становится, он предает Бога, который дает ему жизнь, дает ему пропитание, дает ему иммунитет, дает ему метаболизм, дает ему, там, все ему дает Бог. Бог, думайте, человек, когда спит, он же вообще собой не управляет. Он просто спит, его нету в 8 часов или 7 часов или 6. Он просто лежит, а все работает. Так кто ему дает это все? Это Бог ему дает это все. Теперь, ну, если он предатель, значит, он выдумывает свои пути. Он сам себе пытается объяснить, что такое хорошо, что такое плохо. И он может в этом своем объяснении дойти до страшных вещей, когда люди маньяки, они же тоже по своей системе координат хорошие, добрые люди. То есть, там, какой-нибудь маньяк, который убил 50 женщин, он говорит, а я мир очищаю, я ж плохих женщин убивал. И он, он по-своему, он свою расставляет систему координат, что он хороший. Это как раз вот то, что называется Бог Дим и путь у них Эйтан. Он бесплоден. То есть, главное, главное, как бы, критерий вот того, что человек сошел с пути Бога, это то, что он не приносит никакой пользы людям, он не приносит никаких плодов, он приносит только зло. Понятно? Это вот бесплоден путь предателей. То есть, они идут в никуда. Очень важная вещь. Бог, когда сотворил мир, он сказал первому же человеку, он сказал, населяйте землю. То есть, обрабатывайте и населяйте землю. И Бог сказал, что это как бы первая, первичная обязанность человека, это трудиться и населять землю, размножаться. То есть, как только человек уходит с этого пути, он говорит, а мне все равно, что мир, не мир, будет он дальше, не будет. Я, например, там есть движение Child Free. Это путь предателей бесплодия. Те, кто Child Free, понятное дело, у них плодов не будет, если они осознанно отказываются от того, чтобы рожать детей, они явно идут против Бога. То же самое, когда женятся мужчины с мужчинами, не дай Бог, да. То есть, они как раз вот эти вот предатели, которые предали Бога, который создал человеческую природу. И, понятное дело, путь их бесплоден. Точно так же люди, которые не хотят делать добро другим людям, они не дают никаких плодов. То есть, путь предателей бесплоден. Понятно. Это был пятнадцатый отрывок. Теперь шестнадцатый отрывок. Шестнадцатый отрывок нас переводит в практическую сферу. Царь и Салмон, вот я за что люблю изучать очень Мишли, каждый отрывок это как отдельная совершенно программа. То есть, есть операционная система. Это Тора, Бог, добро, зло. Есть каждый отрывок, это отдельная, как такая, как в компьютере программки или в телефоне. И каждый отрывок приносит конкретные, конкретнейшие результаты. Теперь шестнадцатый отрывок нам говорит следующую вещь интересную. Коль арум я отце бедат. Каждый арум это хитроумный. Хитроумный человек. То есть, это сейчас, хитрость это не то, что плохое. Хитрость это просто свойство ума. Когда человек просчитывает на несколько шагов вперед. И он предполагает, что в принципе мир полон вот этих вот богдим, предателей каких-то, злодеев и так далее. И хитроумный человек, он исходит из того, что люди вокруг тоже комбинируют так же, как он. И он старается предусмотреть различные, как бы, варианты развития ситуации. Многоходово. То есть, это человек, который интеллектуально пытается предсказать, что будет дальше. Арум, хитрый. Теперь написано так. Коль арум я отце бедат. Каждый арум, каждый хитроумный такой человек делает бедат. Он просчитывает. Получится, не получится. А если не получится, что я потеряю, что я найду. Я очень этих людей уважаю, которые все свои решения, они при, как сказать, они берут лист бумаги. Они пишут плюсы, минусы. Они планируют на год вперед свой график. Они учитывают, когда планируют график, все возможные там погодные условия и так далее. То есть, есть такие люди, которые прямо, у них интеллект, интеллект очень мощный. Например, нельзя же сказать, что чемпион мира по шахматам, он злодей. Нет, он хитрый. Он хитроумно разыгрывает комбинации. На каждый ход он думает, какая может быть дальнейшее развитие ситуации. Вот арум, это подходит больше всего к шахматистам. То есть, здесь арум это не злодей. Арум это хитрый, хитроумный. Он действует бедат. То есть, для него главное это интеллект. Вот это вот модель мира. И он пытается с помощью своего интеллекта правильно все сделать. Теперь, Уксиль и Фрос и Велет. Кто такой Ксиль? Ксиль это грешник по вожделению. То есть, он знает, что такое добро, что такое зло. Он знает, что вредно курить. И он знает, он себя убивает. И он знает, что вредно обжираться, он себя убивает. Он знает, что полезно заниматься спортом. И он знает, что нельзя говорить там блошоно-развое, злоязычие, сплетни и так далее. Он все это знает, этот Ксиль. Но он не может совладать со своими эмоциями. То есть, им влечет его желание. То есть, им наоборот, в отличие от арума, от хитрого человека, которым руководит интеллект, то Ксилем руководит его сердце, его эмоции. Как говорится, что мы говорим, что Майя Среэль два раза в день. И не будете блуждать, влекомые сердцем и глазами. Так вот, Ксиль им, наоборот, влечет его сердце и глаза. У него главное слово «хочу», «один раз живем», «аааа», «пролезет» и так далее. Как есть известная шутка такая, что в травмопункте проводили исследование, оказалось, что 50% людей, которые попадают в травмопункты с травмами, они попали туда после слов «смотри, как я могу». А вторые 50% попали после слов «ааа, фигня, смотри, как надо». То есть, когда людьми управляют эмоции, это близко к Ксилю, потому что он рационально себя не контролирует. Теперь говорит нам царь Соломон, «каждый арум действует бы, да». То есть, для хитроумного человека главное действовать интеллектуально. У Ксиль и Фрос и Велит. Ксиль, наоборот, он... И Фрос, это как бы распускает, да, так распускает, и Велит это сомнение. Значит, как действует Ксиль? Он понимает, что он интеллектом не руководствуется. И он начинает под любую интеллектуальную систему, он подводит сомнения. Он становится стептиком-циником. Он говорит, да, кто сказал, что вот этим вот, кто не курит и не пьет, тот здоровен, тем умрет. Кто сказал, врачи вот это вот сказали, что курить вредно. Знали этих врачей. Одни врачи сказали, другие пересказали. А еще? А говорят, что полезно спортом заниматься. Кто говорит, вот это вот, которые продают там кроссовки, они это говорят. А на самом деле фигня это все, потому что здоровые умирают еще быстрее. Вот так вот. И он под каждую идею, для того, чтобы разумом не управляться, он, наоборот, стептицизмом и цинизмом, он ломает любые интеллектуальные конструкции. И это ему позволяет и дальше продолжать действовать, исходя из влечения своего сердца, своих эмоций, своего «я хочу», раз живем, кто не рискует, тот не пьет шампанское, ну и так далее. То есть, а если ему говорят, ну смотри, вот же есть, надо же интеллектом, надо думать. Он говорит, думай, не думай, ничего не получится. Что-нибудь такое он может себе придумать. Очень полезный отрывок, показывающий способы мышления людей, которые действуют эмоционально и хотят обслуживать свое «хочу», и людей, которыми руководит интеллект. И последний на сегодня отрывок, 17-й отрывок, он нас переводит в другую сферу, вообще в третью сферу. То есть, мы сегодня прошлись по трем важным сферам. Сфера интеллектуального высокого уровня, куда можно прийти. «Искренне желая от всего сердца» был первый отрывок, что соединится с Богом. И Бог тогда дает человеку «сехель тоф», вот этот интеллект хороший, божественный дух, который ему позволяет видеть прям насквозь. То есть, он переходит на высокий духовный уровень. Второй у нас был отрывок «разница между хитроумным и к силям грешникам по вожделению». И третий отрывок вообще нас переводит в третью сферу, абсолютно другую вообще, очень интересно. Третий отрывок, он звучит так. «Малах раша и поль быра, посланец злодей упадет в зле своем». Значит, падет, упадет, пропадет в зле своем. «Выцира муним и посол же верный, посланник верный, марпе, он исцеляет». Значит, здесь у нас очень интересная такая, нас выводит царь Соломон в новую как бы сферу, что большинство коммуникаций между людьми уже даже три тысячи лет назад происходило через посланцев. То есть, мы не знаем сути вещей ни в чем. Например, человек получает информацию о коронавирусе, например. Через кого? Через посланцев посланцев. Как это работает? Какие-то врачи изучают там что-то, потом эти врачи что-то пишут, потом то, что они пишут, читают, какие-то журналисты. Потом журналисты пишут статьи или готовят для дикторов телевидения какие-то штуки, репортажи. А выпускающий редактор, он говорит, в зависимости от концепции издания, он говорит журналистам, или мы пугаем, или мы успокаиваем. Если мы позитивное издание, так мы будем успокаивать. Если мы издание, которое борется просто, чтобы нас смотрели, мы наоборот будем больше чернухи давать, чтобы пугающие заголовки страшные такие, да? То есть, мы получаем информацию, все люди получают информацию через посланцев, посланцев, посланцев. То есть, до нас доходит уже искаженная в 3-4 раза какая-то информация. А искажение начинается с первого шага. То есть, любой, это есть закон такой в науке, что любой эксперимент, который проходит, на него влияет ожидание того, кто проводит эксперимент. То есть, человек, который проводит эксперимент, он уже изначально хочет доказать с помощью эксперимента какую-то свою идею. И это научно доказанный факт. Теперь получается, что искажение начинается уже в момент взаимодействия любого человека с реальностью. В этот момент сразу начинается искажение. Потом передача этой информации каждый раз искажается в зависимости от желания человека, который принял информацию и передает, двигать в каком-то направлении. Пессимист, он будет всегда опустошать стакан. Оптимист будет стакан наполнять каждый раз. А креативные люди, как Сальвадор Дали, будут стакан каждый раз переделывать в чайник, в стул, в табуретку и так далее. Понятно, да? Теперь говорит нам царь Соломон. Малах, Раша и Польбера. Человек, посланец злодей. Он сам же себя уничтожает своим посланием. Как это происходит? Например, Мушар-Абейну Моисей, он послал, когда подошли к земле Израиля, он послал посланцев, разведчиков в землю Израиля. 12 человек. 10 из них, они не хотели идти в землю Израиля изначально. Они хотели остаться в пустыне, им там нравилось. И они пришли и сказали, что в земле Израиля мы туда не зайдем. Потом там все страшно, сказали клевету на землю Израиля. И они тут же погибли. Тут же они погибли, у них прям языки вылезли, они погибли. И мало этого, они своим вот этой клеветой, они весь народ Израиля, они ввели в то состояние, когда народ Израиля поверил, начал плакать. И Бог сказал, вы не достоины зайти в землю Израиля. Потому что если после всех чудес, которые я для вас делал, вы продолжаете сомневаться, вы продолжаете бояться, вы продолжаете не верить мне, значит у вас нету шансов зайти в землю Израиля. И то поколение, которое вышло из Египта, было повернуто в пустыню на 40 лет. Это как посланец злодей, он падает, пропадает из-за своего зла и еще делает хуже всем остальным. А кто такой цир эмуним марпе? Кто такой посланник надежный исцеляет? Например, это был Авраам, это был Элизер, раб Авраама. Когда Авраам Авину, праотец наш Авраам, послал своего раба взять жену Ицхаку, своему сыну, то этот Элизер, он со всех сил старался сделать свое посланничество. Он был полностью доверенный посланию, который каждым своим действием, он не просто выполнял то, зачем его послали, а он еще улучшал, он усиливал и так далее. То есть, поэтому очень важно знать, если особенно вы кого-то куда-то посылаете, то вы должны быть очень уверены в том, что этот человек выполнит ваше посланничество в плюс, а не в минус. Потому что очень много посланцев могут выполнить в минус и очень много посланцев могут выполнить в плюс. Все, вот мы сегодня три сферы затронули. И теперь, значит, каждый для себя должен сделать какие-то выводы. Для того, чтобы эти выводы запомнить, нужно эти выводы повторить, кому-то рассказать, написать эти выводы. То есть, нужно приложить усилия, потому что все хорошее в этом мире идет через усилия. Человек рожден для труда, создан для труда, для того, чтобы этот мир с помощью труда улучшать. Все, улучшаем мир с помощью своего труда. Вот Максим отлично всегда делает эти классные структурированные выводы. Все, всем удачи и успехов, прекрасной недели, хорошего дня, хорошего месяца. Яр это лучший месяц, когда нет ни одного праздника, весь месяц можно работать. И только единственный есть праздник, возникло государство Израиль третьего яра. Как раз отличный день, ну, это как раз возникло такое работящее государство. Все, удачи, успехов, всем хорошего дня.